150 вылетов, почти 500 целей. Российская Миноборона сегодня раскрыла последние данные об операции «Возмездие», которая проводится в Сирии против группировки «Исламское государство». В России, напомню, она запрещена. За минувшие выходные наша авиация уничтожила объекты террористов по всей стране. Главные удары на этот раз по нефтеперерабатывающим заводам и колоннам бензовозов. Нелегальная торговля черным золотом – один из основных источников доходов ИГИЛ. С подробностями Александр Лякин. Сирия. Провинция Де-Эзор. На кадрах, снятых с российского беспилотника, крупное нефтехранилище. Мы видим, как первая бомба с самолета Су-34 поджигает емкость с нефтепродуктами. Через несколько минут горит уже вся нефтебаза. Камера бесстрастно фиксирует точность, с которой боеприпасы ложатся в цель. Кроме емкости, поражены объекты добычи и переработки. Это только один пример из нескольких сотен ударов, которые нанесла наша авиация по объектам террористов в Сирии за минувшие двое суток. Российские бородировщики с авиабазой Хмеймим выполняли боевые задачи по уничтожению колонн, бензовозов и нефтеперерабатывающих заводов в районах нефтеносных полей на севере и востоке Сирии. Данные объекты в районах Пальмира, Дерезор и Рака контролируются террористами и являются одним из основных финансовых источников. Почему за год авиаударов западной коалиции по банформированиям в Сирии эти объекты не тронули вопрос открытый. Что платит деньги террористам за незаконную добычу и транспортировку нефтепродуктов? В любом случае российская авиация положила этому бизнесу конец. Хочу подчеркнуть, что за последние пять суток российскими самолетами уничтожено более тысячи бензовозов-наливников, осуществляющих перевозку сырой нефти на заводы контролируемой террористической группировкой ИГИЛ. Как всегда, после масштабной операции военно-космических сил Россию обвинили в том, что она бомбит не тех. Правда, после терактов в Париже и Мали таких комментариев стало меньше. А вот выступление отдельных, казалось бы, военных профессионалов, типа официального представителя центрального командования армии США, заявившего, что большинство российских авиадаров нацелено на умеренную сирийскую позицию, не меняется, несмотря ни на что. Причем они делаются, как всегда, голословно, без какой-либо конкретики и фактов со ссылкой на обезличенный источник. На эту критику российское командование отвечает данными объективного контроля, на которых видно, какие объекты атакует российская авиация. 141 боевой вылет за двое суток. 472 объекта, среди которых склады с боеприпасами, базы боевиков, штабы и командные пункты. Широко применяются крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-160. Вот один из таких примеров, когда уничтожается пункт управления, расположенный на окраине города Тель-Султан в провинции Идлиб. Как и в остальных случаях, видно, объект поражается точечно одним ударом ракеты. Александр Лякин, Владимир Беляев, Александр Горностаев, Первый канал.